Он вообще не хотел выходить из бункера, но пауза сильно затянулась и пришлось показаться на людях. Владимир Путин встретился с российскими предпринимателями, которые почему-то аплодировали ему и по поводу, и без повода. И почему он вышел, тут есть, конечно же, объяснение. Потому что вся российская пропаганда исходит уже несколько дней на нечистоты, перечисляя средства поражения, которые появились в украинской армии. Они чертят радиус поражения, орлу большой привет, расширяют регулярно цели, по которым мы можем ударить. Может быть можем, а может быть этого не сделаем. Но так, действительно Владимир Путин, его маньячество, это медицинский термин, решил прокомментировать выделение Украине военной помощи. И сделал он это очень как-то странно, с очень странным лицом. Я бы сказал так, усталый Путин вылез из бункера. Мы в свою очередь все должны поблагодарить жителей Донбасса, Новороссии, за их мужество, долготерпение и героизм. Какие интересные патриоты предприниматели теперь окружают Путина и все время аплодируют, когда маньяк говорит о войне. Значит, он перечисляет разрушенные территории российской армии. И судя по его мимике, ему это приносит большое-большое удовольствие. У Андрея Чикатило что-то было подобное. И однажды Андрей Чикатило, то есть признанный маньяк, собственно, ну конечно же не на уровне Владимира Путина, потому что Владимир Владимирович, он даже переплюнул Адольфа по количеству замученных и убитых. Так вот, Чикатило как-то уже в финале своей безумной жизни дал интервью Айдеру Муждабаеву. И там рассказывал о том, что мы маньяки, вообще-то, ну такие, знаете, если жертва, как мы думаем, оказывает серьезное сопротивление, то у нас сразу все, на полшестого мы сворачиваем удочки и бежим. Куда побежит Путин, мы еще поговорим. Но комментарий Путина по поводу выделения Украине военной помощи выглядит вот так. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок. Это точно. Бурные аплодисменты будут на могиле Владимира Путина, если он эту могилу получит. Потому что у диктаторов такого уровня с могилой иногда бывают большие проблемы. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Я вам расскажу, так куда мы будем бить. Но перед этим, конечно же, мы должны выяснить, как Путин будет реагировать на новый пакет военной помощи. Он заговорил о беспилотных системах. Причем заговорил очень странно. Одна из важнейших отраслей – это беспилотие и все, что с этим связано, включая искусственный интеллект. У меня иногда складывается ощущение, что там, на болотах, у них нет интеллекта ни искусственного, ни природного. Ну, у Владимира Путина так точно. И вот сейчас там интересная дискуссия идет на болотах о том, так сколько же стоит жизнь российского солдата, российского гражданина. И можно ли исповедовать принцип, что тебя мама родила, а родила для того, чтобы ты умер за Владимира Путина. Вырос и сдох. И есть мнение, что все готовы поступить таким вот образом. Часть россиян, они, подавляющее большинство, к сожалению, они все-таки зазомбировали принцип сектанства. Но в эту дискуссию, сколько стоит жизнь российского солдата, вмешался, знаете, кто? Павел Казарин. И вот здесь внимание всем. Привет. Я Павел Казарин, главный сержант роти «Ударник БПА». Кажут, что один вбитый враг коштует нашей стране где-то примерно 1,5 тысячи долларов. Вот это – FPV. Он коштует 500. Даже если мы его используем на одного врага, страна экономится. Именно поэтому нам нужна ваша помощь. Потому что нам нужны наши FPV. Поможете? Миллион гривень на 50 БПЛА. Значит, Пашу Казарина я знаю лично много-много лет. И что я вам хочу сказать? Ну, во-первых, мы поможем. И я в том числе. Почему? Потому что до войны можно было друг друга угощать пивом, а теперь, соответственно, немножечко другие времена. Значит, тот, кто не помогает армии, во-первых, таким образом создает предпосылки, чтобы лишиться своего дома и с большой вероятностью жизни. Поэтому инвестировать в свою армию, в свою безопасность – ну, это святой обовязок. И речь идет о 104-й бригаде ТРО. У них классный командир роты БПЛА. И я, конечно же, присоединяюсь к этому мероприятию. Тут что у нас? Значит, на предбанья 50 FPV дроней в Харсонский напрямок. Выход за тыждань. Значит, 8100 собрано гривень из миллиона. Надо постараться. Я вот нажимаю «За донаты ты». И так, 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 так. Значит, я перевожу 11 тысяч гривень. Почему 11? Ну, по той причине, что 10 тысяч – это донат нашего канала, а 1 тысяча – это от Катерины Скрипченко, которая сегодня меня поздравила с днем рождения. С днем рождения мы немножко поспешили, оно чуть-чуть позже, но дроны ждать не будут. Опа! Так. У нас тут все честно. А то, знаете, рассказывать о том, что надо переводить деньги – это хорошо. Ну, нужно самому принимать в этом участие. Мне кажется, все просто. Я всех прошу поддержать этот сбор. Слава сбройным ссылам! Все реквизиты будут в описании, а на вашем экране соответствующий штрих-код. Вот на него наводите телефон и отправляете своих 2-3-5-50 гривен для рота ударных БПЛА. Разум и ссыла. А мы тем временем продолжаем. Дело в том, что дискуссия о стоимости российских солдат, она интересна. Вот Паша назвал стоимость, да? 500 баксов. И нет головы у российского захватчика. Нет, вы скажете, у него головы не было, потому что он сюда пришел, на святую украинскую землю. Но вот эти вот тренды, что каждый собачка-свинка, триколор, должен быть готов, они интересны. К чему они вообще готовятся? А мы готовы вот на такую полномасштабную войну? Сейчас все говорят, мы воюем с Соединенными Штатами. Да мы не воюем с Соединенными Штатами. Если бы мы с ними воевали, то был бы совсем другой расклад. Совсем. Это точно так же, как Советский Союз поставлял там во Вьетнам, вспомните, там от пистолета до самолетов. И там летали наши летчики, и все это прекрасно знали. Там летчик Лисицил. Песня такая в детстве, я помню, еще пели, что про летчика Лисицил, а на самом деле это наши летчики там были. Ничего, американцы по нам не шандарахнули ядерное оружие, не шандарахнули, но проиграли. Вот они сейчас хотят сделать то же самое с нами. Какой интересный новый тренд. Человек, депутат Госдумы, Алексей Журавлев, больше известный широкой общественности, что он хотел натянуть черепаху в датском зоопарке, что во многом его очень сильно написывают. Сразу понятно, что этот человек не пальцем деланный, большой специалист. Он сравнивает российское вторжение в Украину с американской войной во Вьетнаме. Вьетнамской войной. И тут такие вот параллели, что вот американцы взяли и собрались. А они, мол, из Украины не уйдут, потому что это их земля. Ну, я не знаю, мы, конечно, на вьетнамцев не сильно похожи, да нами все равно, если честно, на кого мы похожи. Главное в данном случае, что? Ведешь российского солдата в прицел, нажимай на спусковой крючок. Ну, а в случае с Павлом Казариным, у них там кнопочка сброса. Если это Mavic, ну, а если это FPV-дрон, который мы вместе с вами купим и не один, то там, по-моему, надо просто добавить газу. Правильно? Значит, люблю я размышления россиян о том, сколько стоит их жизнь. А стоит ли она вообще чего? Я выступлю в защиту тех, кто встал колом из-за вашей формулировки. Ничего себе! Вашей ценностью жизненной является ваша жизнь. Многие действительно не поняли вас, имея в виду, что жизнь и правда у каждого ценности. Многие бы хотели ее сохранить. Просто для того, чтобы народонаселение, или я не знаю, к кому вы апеллируете, молодежь, мыслила иными категориями, молодежь, надо было иначе воспитывать. Я про это и говорю! 30 лет мы занимались чем? Правильно! Навязыванием культа. Потребление. А теперь встань вот так по щелчку. Абсолютно точно! Ну мы-то сейчас меняемся. И проявляй героизм. Подождите, мы-то меняемся. Но так меняемся. Это процесс. Непростой процесс. И не к каждому еще пришло осознание. Я вам просто объясняю, по какой причине вызвала ваша формулировка такую буйную реакцию. Мы друг друга поняли. Понимаем, конечно. Я понимаю. Ну, поэтому мы делаем ровно то, что можем сделать. Точнее и тоньше надо формулировать. Без обид. Особенно в такие непростые переломные времена. Понимаете? Жизнь, ну, конечно, ценность. Но если жизнь, ценность, это не значит, что Родина для тебя не ценность. Как-то неубедительно работает Оля. Если так будет продолжаться, отправят ее военкором на фронт. То есть понизят в информационных войсках. Ее высказывания о ценности жизни звучат так, как будто жизнь цена только ее. Это ошибочное мнение. Но еще раз. Сколько стоит жизнь российского солдата? Военная математика, она вот такая. Ну и Павел Казарин, на дроны, для которого мы сегодня собираем, он эту стоимость обозначил. Полторы тысячи. А есть возможность провести девальвацию или инфляцию до 500 баксов. Значит, с жизнью российского солдата понятно. Она ничего не стоит. Тем временем, да-да-да, я хочу продолжить эту мысль. Когда Скобеева восхищается новым украинским оружием, она немножечко дребезжит и, кажется, хочет открыть второй фронт. Как вы думаете, где? Пишите ваше мнение в комментариях. Если не терпится. А так, я все расскажу. Холодная война в тот момент была уже в самом разгаре. Собственно, как она в разгаре и прямо сейчас. Накануне Байден подписал, утвержденный обеими палатами Конгресса США, пакет военной помощи Украине на 61 миллиард. Сказал, что он никогда не склонится перед Путиным. И кинулся объяснять американцам, на что пойдут американские деньги. Главный аргумент. Если не помочь Украине сейчас, то Путин, конечно, направит танки на союзников Вашингтона по НАТО. Ох, любят на болотах считать чужие деньги. Вот американские деньги считают. Ну, что-то мне подсказывает, что Соединенные Штаты никоим образом не обеднеют. И вот эти вот высказывания российской пропаганды, а Олька в данном случае, она просто один из ртов вот в этом нахоре, что, мол, мы не будем нападать на НАТО, примерно так же говорили и нам, что на вас, украинцы, мы нападать не будем. Мы там не то братья, не то сестры. Ну, в общем, всю эту риторику давно мы похоронили вместе с десятками тысяч российских солдат. Но точно ли вы не будете нападать на НАТО? Никто не поймет нашей доброты вот этого всего. Вот вы. Они уверены, что после того, как мы разберемся с Украиной, мы займемся НАТО. Ну, давайте тогда поможем, нахрен уничтожим их сразу. В чем проблема? Отозвать посла из Великобритании, предупредить всех наших в Великобритании. Ребята, аккуратнее, Посейдон может прийти. И посмотреть на реакцию решесунка. Что, сети будет ставить? Тварь британская. Что делать будет? Сейчас он с радостью говорит, мы дадим то, наши ракеты, мы по Черноморскому флоту, нахрен снесем всю Британию. Поэтому 24 часа у них есть. Всем покинуть туманный Альбион. И вот туман станет радиоактивным. Такую речь только они понимают. Но они же считают, что этого не будет. Они считают, что это все так. Они сейчас начнут жаловаться, побегут, говорите, вы знаете, там надо приструнить этот Соловьев в такие вещи, говорят. Ну ты что, не понимаешь, старичок? Я понимаю. И всегда, всегда надо давать выбор. Посейдоны или сарматы. Так надежнее. Доброе утро, страна. Такое хорошее апрельское утро. Помет, и его помет команда, я смотрю, являются сторонниками большого переселения народа. Вот англичан выгоняет из Англии, украинцев из Украины. Вот точно такая же фраза, там, сколько там вам, 12 часов и мы снесем Харьков, звучала неоднократно. Теперь точно такую же лексику они используют по отношению к, соответственно, к союзникам по НАТО. А в НАТО смотрят на это и открывают ангары, помогают Украине всеми возможными способами, хотя лично я убежден и думаю, что вы со мной согласитесь. Они могли бы действовать активней, быстрее, ну и результаты были бы соответствующие. Так как же там на болотах встречают новые военные поставки Украине? Давайте, огласи тебе список. Объяснил, что он готов воевать с русскими, выполняя обязательства еще и по пятой статье НАТОвского устава. Военные шестеренки Пентагона действительно уже вовсю крутятся. Первые вооружения будут отправлены на Украину в течение нескольких дней. В пакет войдут бронетехника, снаряды, высокоточные авиабомбы, джей-дамы, аэродромное оборудование. Последние два пункта прозрачно намекают аэродромное оборудование, что в ближайшей перспективе украинский режим получит и вожделенный F-16. Как внимательно они изучают официальные сообщения Пентагона. Я со своей стороны хочу сказать, что без авиации нас ждут очень плохие времена. Дело в том, что час Афьяр они сносят в первую очередь с планирующими бомбами. И это реальная проблема. И очевидно, единственное реальное военно-техническое решение этой проблемы это как раз самолеты с дальнобойными ракетами. Вот те ракеты, которые в этом списке от Пентагона проходят под кодом воздух-воздух. Ну или правильно повитря-повитря. Повитря наше. Смерть российским пилотам, как и всем другим российским военнослужащим. потенциальные носители F-16 напоминают ядерного оружия. Примечательно приятно, что американцы перестали показывать количество номенклатуры, просто наименования. И все. И все это надо понимать полетит в наши войска. Ну а как по-другому? Не надо быть оккупантом и ничего в ваши войска лететь не будет. Но судя по всему Джозеф Байден действительно немножечко как это решил подсобить нам присоединиться к сбору для бригады ну и в частности роты БПЛА Павла Казарина. Но одним Байденом мы закрыть все бреши не сможем. Поэтому донатим, донатим. Других вариантов выжить нет. Ну а ключевое практически одновременно с речью Байдена агентство Рейтерс оследуемое издание Политико сообщило, что США уже и тайно передали Киеву дальнобойные модификации оперативно-тактических ракет Атакумс. Произошло это в марте этого года. А по информации уточненной Политико ВСУ уже дважды использовали Атакумс для ударов вглубь российской территории. Речь вероятно об ударах по военному аэродрому в Джанхое. Тайные детали раскрывает и советник Байдена по нацбезопасности Салливан. Решение говорит он по Атакумс Байден принял еще в феврале. А также демократия, республиканцы. Дякую, тубедиду. Значит, СМИ пишут, что американская администрация передала нам 100 дальнобойных ракет Атакумс. И вот две мы использовали по аэродрому в Джанхое. Я так понимаю, там вообще вынесли все, потому что даже российские пропагандисты уровня Скобеевой, Соловьевой и по пометкам команды в целом не скрывали вот эти успешные поражения. Перечислялись даже все эти системы С-400, С-300. Плакали ежики, но продолжали грызть кактус, но в российском случае наступать на украинские позиции. Значит, 98 ракет для вас осталось. Собачка свинка триколор или свинка собачка. Запутали меня эти оккупанты. Давайте поговорим о целях, куда теперь мы можем наносить удары. Также Соливан сообщил дальность американских ракет. Теперь ВСУ могут наносить удары на 300 километров. То есть под прицелом Крым целиком Смоленск, Орел, Воронеж и даже белорусский город Минск. Как технично Оля Скобеева, выполняя задание Владимира Путина, который обещает навести порядок, зовет Александра Григорьевича на войну. Александр Григорьевич готовится к ней, но говорит, что все заминировано на Украину и белорусской границе. Французов там ждет, НАТО там ждет. Ну, в общем, как-то сопротивляется. Я со своей стороны хочу сказать, что Оля как-то скупо описала, куда могут полететь украинские ракеты в Беларуси. Там целей ого-го. И еще раз про Мозырский НПЗ мы все все помним. Поэтому нашим белорусским соседям, которые любят лежать под российскими нацистами, а может быть они и являются ими. Тут нужно этот вопрос изучать. Им хочу напомнить, что ваша позиция продолжать находиться на краю оси зла, она правильная. Гляди, гляди, и Лукашенко переживет Владимира Путина. Хотя это не точно. Да, Григорьевич молодец. Даже когда Байден перечисляет в рогов мира, кого туда вписывают Китай, Россия, Иран и Северная Корея. А про Беларусь практически никогда не вспоминают. Вот Оля пытается вытянуть Беларусь в центр оси зла, но по-моему у нее ничего не получится. Почему? Да потому что французы идут, едут и летят на Украино-Белорусскую границу. Но они дали Атакамц, дайте Северной Корее все, дайте Хуситам все. Они взорвали Северный поток, да взорвите к чертой матери все, что у них есть. Кобеля разорвите, которые там по дну океана. Ой, они нам что-то сделают против нас? Что? Ну что они сделают против нас, пока они понимают, что мы их можем уничтожить? Ничего. Мы сами себя держим за руки. Зачем? Что мы от этого получим? Вот иначе весь мир, что весь мир? И так весь мир против нас. Но сейчас они делают тактику тысячи порезов и тихо смотрят, как мы по идее должны истечь кровью. Мы слышим глав пропаганд Дона Соловьева и там на болотах если был бы интеллект они бы задались вопросом а как это Путин так доправился до того что против России весь мир? Это же не я сказал, это он сказал. Весь мир кроме Китая но с этим Китаем есть интересная закономерность. Такое впечатление что Путина все-таки сдает Соловьев такая неосторожная смысловая конструкция. Человечество мы кто? Вот для Китая мы кто? Кто для них Путин? Понятно. Человек который выполняет свои обязательства держит слово у которого есть позиция. А Россия это кто? Страна которая в 91 году предала свое прошлое которая до этого кстати напомню была крайне недружна по отношению к Китаю и у нас были боевые столкновения Даманский и погибли люди на Даманском и с нашей стороны немало и с китайской немало. Потом Советский Союз распался и что произошло Ельцин соответственно после него Путин бессменный а чей сейчас Даманский вот Россия трудный партнер но надежный это Путин надежный а это теперь китайская территория Путин действительно держит слово зачем воевать если можно просто все сдать ну и в части перспектив войны тут надо все таки самое главное зафиксировать настрой деда войны повелителя бункера у него прямая веревка с ртом Владимира Соловьева если брать например авиационные бомбы мы начинали это СВО со 100 и 250 килограммовых бомб то сейчас 500 килограммовые значит ФАБ с МПК и полторы тонны и в запасе еще мы не применяли трех пяти девяти тонны бомбы они уже сделаны они уже прошли испытания и соответственно ждут просто своего часа нет просто таких целей чтобы их применять да российская авиация это проблема но не факт что трехтонные девяти тонные бомбы станут этой проблемой почему потому что не так много у них носителей для подъема таких тяжелых снарядов то есть можно конечно прицепить это к стратегическим самолетам стратегической авиации стратегическим бомбардировщикам можно но вот как показывает опыт Ту 22 М3 которые мы сбили что на каждой хитрой российской самолета найдется свой зенитно-ракетный комплекс ну и последнее о настрое маньяка я говорил Владимире Путине на эту войну как он говорил как они хотят навести порядок они хотят всех москалей нагелякова а мы хотим просто им сказать что давайте жить дружно я не хочу им говорить такими вот способами а мы не хотим жить с ними дружно большая часть населения это не фашисты большая часть населения в Германии тоже большая часть населения не была нацистами и как помогло нам это ну помогло сделать ГДР переформатировать в течение пяти лет и как только оттуда ушли как только оттуда ушли все закончилось правда ну вот я про тоже не давай победим а вот там вот это все давайте жить дружно верховный поставил задачу по другому он сказал что надо обезопасить он сказал что вопрос наша безопасность а вот все эти рассуждения братья не братья знаешь там они сразу становятся братьями когда их окружили у них патроны закончились вот тут они сразу повара и братья идея с гелякой она прекрасна но я думаю что нужно все таки искать военно технические ответы на действия россиян патроны у нас не закончатся это понятно бережем наше виско петрыму ему наше виско а дальше посмотрим где будет проходить украина китайская граница подписывайтесь на мой ютуб канал поддержите пожалуйста сбор еще раз повторяю украина была е и буду с вас донат и подписка до побачения все реквизиты будут в описании а на вашем экране соответствующий штрих-код на него наводите телефон и отправляете своих 2-3-5-50 гривен для роту ударных БПЛА разом и ссыла до сих пор Продолжение следует...